Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Закажем, что мы можем набирать больше одного кассика лайков и, ребята, давайте смотреть, что сегодня нас ждет. Сегодня у нас полуфинал Кубка России. Мы встречаемся с Сочи, также матчи чемпионата и, в принципе, возможно, сегодня у нас даже завершится уже сезон. По прогнозам наш футболист должен набрать примерно рейтинг 81-82 к 21 году. Сейчас нам 18 и, по сути, но это не так плохо. У нас сейчас рейтинг футболиста 74 и пока что за 23 сыгранных матча у нас 5 голов и 3 голевые передачи. Да, это не так много, но, ребята, все-таки наша команда больше играет в такие забросы за спину. Не всегда мяч вообще доходит до нас, не всегда у нашей команды появляются моменты. И кто мне пишет в комментариях о том, что ты мало забиваешь, ну, извините, у нас и команда забивает немного, а мяч, когда до меня доходит один-два раза за игру, то забить из этих моментов бывает очень сложно. И когда я за серию, например, забиваю один гол и отдаю две голевые, то мне кажется, это уже весьма неплохо. Давайте посмотрим сейчас, кстати говоря, можно ли здесь узнать бомбардирскую гонку. Итак, друзья, рейтинг голов. Здесь Берг лидирует с 12 забитыми голами. Артем Дзюба на втором месте, Камано на третьем месте. У него также, как и у Дзюба, 10 голов. Футболисты Тамбова, Урала здесь присутствуют. Из нашей команды, как мы видим, только Жималединов с 5 голами на 16-й строчке, ребята. Что уж говорить о нашем футболисте, в чемпионате мы, в принципе, не забивали. Посмотрим на кубок страны. Ну вот, друзья, в кубке мы на втором месте. Также у нас здесь есть Фолмер. У него один гол, он на восьмой позиции. Но там много у кого по одному забитому мячу. Но лидирует пока что Заболотный в Сочи. И как раз-таки в Сочи мы встречаемся в полуфинале. Ну и, друзья, наша первая игра, где мы выходим в старте. Мы едем в гости к Ростову. Так что усаживайтесь поудобнее. Прожимайте лайк, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. И давайте отправляться на игру. Мы встречались уже с Ростовом в этом сезоне. Игра получилась непростая. И вообще, в принципе, наша команда, мне кажется, действует весьма неплохо. Мы не лидируем в чемпионате. Мы играем примерно на своем уровне. Мы играем с командами с верхней части турнирной таблицы частенько в ничью. И добываем хотя бы какие-то очки. Так что говорить о том, что наш футболист делает мало. Ну, мне кажется, это будет немножко неправильно. Потому что, в принципе, весь стиль команды в игровом плане таков, что идут забросы. Нужно выигрывать борьбу. И эту борьбу не всегда получается выиграть. Так что, ребята, будем стараться. В дальнейшем постараемся найти команду, которая будет играть короткий пас. Ну и хотелось бы сегодня, конечно, в серии забить. Ну вот, здорово. Хорошая скидка от партнера. Пытаемся убежать от защитника. Бьем по воротам и не попадаем. Вот он, хороший момент, ребята. Вот здесь действительно получилось. У партнера скинуть и топ под очень сильным давлением. Все это проходило. Вот здесь как-то поборолись с защитником, который чуть ли не в полтора раза больше нас. И пробили с левой. Левая не самая рабочая нога. А вот и удар по нашим воротам. И мяч тоже проходит рядом со штангой. Здесь уже пошел заброс Ростова. Вблизь нашей штрафной. Поборолись за мяч. И с приличной дистанции игрок Ростова пытался поразить наши ворота. Подача. Удар по воротам. Мы снова пытались переправить мяч в дальний угол. Но здесь было очень сложно подстроиться под эту передачу. И выскакивали мы из-за спин защитников. Ну и просто пока точности не хватает, ребята. Здорово. Переводим мяч сейчас направо. Ответная передача. Есть свободная зона. Удар по воротам. И мяч в сетке. Вот так вот, ребята. С третьей попытки. Наш игрок поражает ворота Ростова под самый занавес первого тайма. Но здесь здорово. Мы сыграли направо. И повезло, что опорники Ростова не побежали нас накрывать. А когда уже стелились в подкате, мяч летел в сетку ворот. 1-0. Как говорится, бог любит троицу. И с третьего раза, ребята, мы поражаем дальний угол ворот. 1-0. Моментов, в принципе, в первом тайме было не очень много. Но из тех моментов, которые создал наш игрок, мы смогли 1-0 реализовать стопроцентно. Ну вот уже приходим и в оборону помогать. Здорово. Это пенальти, ребята. Мы зарабатываем 11-метровый для команды. Защитник Ростова растолкал нас в своей штрафной. И в итоге пенальти. Ну, смотрим, что здесь было. Мы принимаем мяч. Ну и вместо мяча нам бьет игрок Ростова в ногу. Они показывают, что ничего не было, но арбитр так не считает. Берет разбег. Наш футболист. Удар по воротам. И, ребята, это дубль. Это дубль нашего игрока. И, на удивление, нам дали пробить этот 11-метровый, который мы сами и заработали. Вот так вот жарко начинается эта встреча. И у нас 2-0. Еще один удар по воротам. Мяч рикошетит. Если бы сейчас он залетел, это мог бы быть уже, ребята, и хэт-трик. Из последних сил вложились в удар. Да, может быть, он не получился. И в итоге угловой. У нас 74-я минута. Пошла подача. Удар по воротам есть, но мяч летит выше. Ростов перешел просто на игру вот в эти забросы, в нашу штрафную. Но пока все спокойно. 4 минуты добавил главный арбитр. Две из них уже истекли. Ростовчане продолжают идти в атаку. Подача, удар. Но здесь Беренов спокоен. И, ребята, я думаю, на этом все. Дубль. Нашего футболиста приносит сегодня победу в первом матче. Результаты других матчей 24-го тура. Здесь Симки обыгрывают Ротор, Локомотив выигрывает Урала, ЦСКА с Краснодаром. Так же, как и Зенит с Динамо расходятся ничей 0-0. Спартак уступает Ахмату. Тульский арсенал проехался катком по Тамбову. И Сочи обыграли Рубин. Но эта победа, ребята, приподнимает нас на пятое место. И по-прежнему мы с московским Динамо в равенстве. Спартак опустился на шестую строчку. Сочи поднялись, как и ЦСКА, на седьмую-восьмую. Зенит второй, Краснодар по-прежнему первый. Мы, друзья, изучили позицию центрального нападающего. И тренер нам сказал, что периодически, возможно, он будет выпускать нас уже на разных позициях. Сейчас у нас полуфинал Кубка России. Мы встречаемся с Сочи. Мы в старте. И, ребята, поехали. Команда уже находится в подтрибунном помещении. В чемпионате мы, к сожалению, Сочи уступили. И тогда как раз-таки забил Заболотный. Посмотрим, как у нас получится сыграть с ними уже в Кубке. Это полуфинал. И в финал выйдет только лишь одна команда. У нашего футболиста, как всегда, есть 70 минут для того, чтобы что-то показать на футбольном поле. Или постараться забить. Или отдать вот такую вот хорошую передачу. Нужно забивать удар по воротам. Но голкипер Сочи спасает. Вот он первый опасный момент уже на третьей минуте. Здесь выиграли верх за счет футболистов Сочи. Отдали классный пас. Но, к сожалению, голкипер Сочи не растерялся в этом эпизоде. И смог, ребята, помочь команде. Пошла подача. Еще один момент. Сочи пока отбиваются. Играем дальше направо. Здорово. Есть зона свободная. Нужно подавать штрафную. Удар по воротам. Но здесь очень сложно было зависеть с такого разворота левой ногой. Вряд ли бы мяч залетел в дальний угол. Но, тем не менее, это еще один подход. Вот еще один момент. Подача в нашу штрафную. Отбились. Но здесь не очень сильно вынесли мяч. И снова Сочи на подборе. Передача в центр. Удар по воротам. Белинов спасает, ребята. Он переправил мяч в штангу. Вот и ответ Сочи. Хорошая передача в центр. Есть еще пара минут в этом первом тайме. И есть свободная зона. Нужно бежать. Перевод направо. Ну, а вот эта передача кому? Ну, почему сразу было не отдать? Времени, друзья, все меньше. Я имею в виду для нашего футболиста. Неплохая стеночка. Подача на дальнюю. Здесь Мамана успевает вынести мяч. 70-я минута, ребята. Возможно, сейчас нас поменяют. Да, так и есть. Удар ножницами. Но там было положение вне игры. Это Заболотный пытался исполнить красоту. Опасный момент. Сочи привозит момент. К своим воротам. Вот это да, ребята. И Жамалединов за три минуты до конца забивает гол. Это просто подарок. Не разобрался защитник и вратарь. Нельзя было брать мяч в руки от своего. И в итоге мяч оскакивает к Жамалединову. И за пару минут до конца мы выходим вперед. Смотрим еще раз. Уже вот здесь была не особо понятная какая-то ситуация. Жамалединов не сыграл по этому мячу. В итоге защитник привез мяч к своим воротам. Галкиперу играть было нельзя. И у нас 1-0, ребята. Вот это сюрприз. И все, друзья. Это победа. И выход в финал Кубка России. А в финале, друзья, мы встретимся с Рубином. Который смог обыграть Спарта. Игра против Тамбова. Это домашняя встреча. Мы в старте. Поехали. Удачно пока что складываются для нас два матча этой серии. Мы победили. В первом матче мы каким-то чудом просто победили в полуфинале Кубка России. Сейчас нас ждет весьма непростой соперник снова в чемпионате. Удар по воротам ближний. Но здесь точности не хватило. Нужно смотреть, можем ли мы прокачать левую ногу. Потому что очень часто бывает так, что именно под левой оказывается у нас мяч. И здесь мы пытались пробить ближнюю девятку. Но точности не хватило. Близка середина первого тайма. Тамбов забрасывает мяч в нашу штрафную. Они уже на подступах. И что-то пытаются предпринять. Опасный пас. Здесь можно сразу пробить. Удар по воротам. Но Белинов спокойно мяч забирает в руки. В первом тайме особо не было опасных моментов. Наверное, вот тот момент на первых минутах, когда мы били в ближний угол, он был самым опасным. Подача в штрафную. Голкипер Тамбова играет кулаками. А вот здесь немножко мяч не смог отскочить нам на ногу. В итоге, ребят, нас снова меняют. И смотрим, чем закончится эта встреча. Подача в штрафную. Снова отбились наши защитники. Последняя минута. И я думаю, здесь, ребята, встреча так и завершится. 0-0. Так и есть ничья. Смотрим на результаты других встреч. СССР с Локомотивом играют ничью. Рубин обыгрывает Краснодар. Причем, что крупно. Динамо проходит Сочи. Спартак выигрывает Ульского Арсенала. Зенит обыгрывает Ахмат. И вот так вот выглядит турнирная таблица. Зенит почти что догнал Краснодар. Два очка отставания. Недалеко Локомотив. Динамо чуть выше. Приподнялись. И они оторвались от нас на два очка за счет своей победы. Ну и, ребят, движемся дальше. Сейчас нас ждут два непростых матча. Это выезд со Спартаком. А после этого игра с Зенитом. Так что, ребята, поехали. Со Спартаком мы уже встречались. Мы им тогда проиграли. Нужно постараться навязать борьбу сейчас. Я честно думал, что если мы выйдем в финал Кубка России, то мы встретимся именно со Спартаком. Но так уж получилось, что Рубин подсобрался. Рублин выиграл в полуфинале Кубка России. Рубин обыграл крупно Краснодар. Команда, так скажем, завелась, обрела кураж. И, ребята, смогла выиграть. И именно с Рубином мы встретимся в финале Кубка страны. Но сейчас нам нужно сыграть со Спартаком и Зенитом. Будет ли удар по воротам? Нет, пока не получается. И здесь все проскакивают мимо. Какие-то рикошеты. И в итоге контратака Спартака. Удар Кокорина и Белинов спасает. Как раз таки в прошлом матче, когда мы играли со Спартаком, именно Кокорин забил с углового. Пошла подача. Мяч вынесли. Удар по воротам и вынимай. Вот так вот нужно развивать атаки, ребята. Это третий гол в серии. Ну что, поймали небольшой кураж и мы. И здесь ошибся защитник Спартака. Короткая стеночка с Жималетиновым. Он увидел нас в центре. И здесь мы хлестко пульнули мяч в ворота. Хозяев. 1-0. И этот гол оставляет нас уже как минимум до конца матча. И технично так. Немножко пыром поддали в дальний. И нет радости на лице футболистов Спартака. 1-0. А вот этот, ребята, опасно. Снова Кокорин. Выбили у него мяч из-под ноги. Но на подборе снова футболисты. Хозяев. Это Бакаев. И его встречают. Отлично. Еще одна подача. Но здесь спокоен Белинов. Подача в штрафную. Белинов выходит и играет кулаком. Здорово. Ребята, нам дают пробить штрафной. Это приятно. Но честно, я никогда этого еще не делал. За нашего игрока. Удар поворота. Мяч попадает. В плечо. И на этом, ребята, видимо, первый тайм закончен. Но потихоньку мы обретаем уверенность. Команде нам давали сегодня исполнить 11-метровый. Сейчас мы, ребята, пытались пробить уже штрафной. Еще одна передача. Еще один выстрел поворотом. Добивание. И вот здесь мы могли делать счет 2-0. И снова как-то защитники Спартака раз за разом нас оставляют совершенно в одиночестве в штрафной. И здесь спас только лишь галкипер. Хозяев. Удар поворота. Мяч проходит мимо. Но второй тайм мы очень активно начали. И здесь после нашего неудачного удара все-таки смогли довести дело до удара поворотом. Ну, и еще один хороший отбор в исполнении нашего игрока. Уже бьют здесь откровенно по ногам. Но арбитр молчит. И сейчас может получиться опасная атака у Спартака. Но здесь рикошет не смутил Белинова. Зато он не очень здорово выбросил мяч. Удар Кокорина и мяч проходит рядом. Вот Спартак пытается, пытается нас подловить. И здесь повезло, что рикошет был не очень сильным. Не сильно изменилось направление. А тут Кокорин хотел уже подловить Белинова. Подача. Удар поворота. Не очень. Не очень уверенно сегодня действует галкипер. Мозес по левому флангу набирает скорость. Передача на Соболева. Это Ларсон. Удар поворотом. И мяч все-таки оказывается в сетке. За 15 секунд до конца Спартак сравнивает счет. Шикарный выстрел Ларсона. И 1-1. Но уже не было сил у нашей команды. А свежие футболисты Спартака все-таки сделали свое дело. И Ларсон укладывает очень классный гол. Звучит, друзья, финальный свисток. Это ничья 1-1. И смотрим, как завершились другие встречи. Обидно, конечно, вот так терять очки. Но здесь смотрим. Ротор крупно обыгрывает ЦСКА. Краснодар обыгрывает Сочи. Зенит играет ничью с Арсеналом. И вот так вот, ребята, выглядит турнирная таблица. Мы по-прежнему пятый. Ну а теперь, как я и говорил, нас ждет игра против Зенита. И мы, ребята, играем дома. Поехали. Наш футболист сегодня с первых минут в старте. Посмотрим, что получится. Неплохой. Неплохой заброс за Шиворот. Но здесь защитники Зенита вовремя вышли. Но здесь Магомед Аздоев навязал нам борьбу. И, тем не менее, получилось продавить. Здорово. Выскакиваем один на один. Перебрасываем Лунева. Удар по воротам. Мяч в сетке. Вот так, ребята. Вот так вот мы забиваем уже Зениту. Да, не получилось перебросить. Лунев успел среагировать на этот мяч. Но здесь мы задавили просто соперника. И получилось добить. Ловран отвернулся от мяча. А тот полетел в сетку. Мы уже начинаем забивать ребята лидером. И сегодня в серии забили Спартаку. И сейчас Зениту. Здесь было нарушение правил. Немножко Венделу дали по ногам. И будет штрафной в пользу гостей. Тринадцатая минута. Ярослав Ракицкий. Пошла подача. Но Белинов спокоен. Сильный вынос мяча от Белинова. Здесь Ярослав Ракицкий выиграл верх. Кузяев. Он сегодня в центре с Магоминым Аздоевым. Ерохин. Передача на Артема Дзюбу. И посмотрите как он здорово здесь укрывал мяч от нескольких игроков нашей команды. Дуглас Сантос. Но он уже в штрафной. Хорошая передача. Ну же. А до удара дело не дошло. Уже замахивался партнер. Но к сожалению он не смог пробить как следует. Но ничего. Мы не останавливаемся ребята. И снова Ракицкий. И здесь уже он нас не пустил. Передача в штрафную. Аздоев. Удар по воротам. Дзюба добивает штанга. Но был офсайт. Но и Белинов снова хорош. Выиграли мяч. Перевод налево. Разгоняем новую атаку. Пас под удар. Нужно бить и забивать. Удар по воротам. Второй. Второй гол забивает наша команда под занавес. Первого тайма. Кротов с нашей передачи посылает мяч в дальний угол. Вот так вот уже не только в кубке у нас получается выиграть вопросы у Лунева к обороне. Где она? Почему дает пройти таким передачам? И здесь мы совершенно одни. На углу вратарская. Передача на Кротова. Тот прицельно бьет в дальний. И никто из Зенита спасти не может. Хорошо. Хорошо. Наша команда завелась. И сегодня в серии, знаете, у лидеров проблемы. В игре с нами. Может быть они подустали. Больше матчей у них. Но мы, ребята, показываем характер. И сегодня завоевываем очки там, где, возможно, никто не ждал, что мы их возьмем. Зенит в атаке. Далер Кузяев. У него пытались выбить мяч из-под ноги. Это Вильмар Бариос. И мы его съели, ребята. И выход 2 в 2. Хорошая передача. Нужно бежать. Ну а здесь рикошетом от своего мяч летел. Здесь на рикошете галкиперов. Может забрать мяч в руки. Штрафной удар. Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос у мяча. Ракицкий удар по воротам. Белинов красавец. Подача в штрафную. Еще один момент. И, ребята, это был шанс на еще один гол Зениту. Как-то сейчас они очень расхлябанно побежали в атаку. Удар по воротам не было, кстати говоря, офсайда. Офсайд был у нашего футболиста. А, по-моему, же Малединов как раз-таки находился в правильном положении. Хотя вот здесь, мне кажется, наоборот как раз была ситуация. Ну что, ребята, эта победа уже никуда не уйдет от нас. Даже если сейчас Зенит забьет. Мы забили все равно больше. И все. Финальный свисток. Вот так вот мы дома. Выигрываем у Зенита. Зарабатываем три очка. И смотрим на турнирную таблицу теперь. Результаты других матчей. Здесь Спартак играет ничью. ЦСКА выигрывает у Ростова. Рубин уступает Ротару. Локомотив обыгрывает Сочи. Краснодар, Динамо. Ахмат, Тульский Арсенал. Ну и, ребята, мы поднимаемся на третье место. До тройки, конечно. Точнее, мы поднимаемся на четвертое место. Но до тройки далековато. Еще шесть очков до Локомотива. Семь очков до Зенита. И, ребята, увидимся уже с вами в следующей серии. Так что поддержите видосик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы новенький. Наш футболист прокачал уже 75-й рейтинг. И мы будем продолжать, ребята. В следующей серии завершается этот сезон. И посмотрим, что ждет нас дальше. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok